Погода в Риме в декабре очень капризная и переменчивая. Уже несколько недель подряд льет дождь. Но стоит из-за тучи выглянуть солнышку, становится даже жарко. Я посмотрела в окно, вроде бы солнце. Пока собиралась, вышла на улицу, поднялся ветер, пошел дождь, хоть домой возвращайся. Но я все-таки решила доехать на метро до центра города. Если уж совсем погода испортится, то вернусь, запрыгну в первый попавшийся автобус и домой. Но эти сомнения были только первые минуты. Я доехала до Колизея, натянула на голову капюшон и пошла в сторону площади Венеции. Я вышла на охоту за праздничным настроением. Скоро начнет темнеть, и город превратится в сказку. Первая елка на моем пути была уже на площади Венеция. Несколько лет подряд на площади Венеция устанавливали елку, которая уже перед установкой выглядела уставшей и облезлой. И спустя две недели народ требовал убрать мертвую елку с площади. Ее называли рождественской елью, не дожившей до Рождества, туалетным ершиком. В этом году администрация Рима приняла критику. И елка на площади Венеция очень симпатичная, высокая и пышная. Высота ели 23 метра. Обычно зажжение елки проходит торжественно с церемонией и оркестром. В этом году торжества не было. Шел проливной дождь. По всему Риму стоят вот такие палатки, где можно сдать тест на COVID. С Вио-дель-Корсу я свернула в галерею Альберто Сорди. Каждый год на рождественские праздники эту галерею красиво украшают. Всегда приятно сюда заглянуть. Раньше эту галерею называли галереей колонны, в честь колонны Марка Аврелия, которая находится на площади. Позже, после смерти итальянского актера Альберто Сорди, галерею назвали в честь него. Теперь это галерея Альберто Сорди. Огни на Вио-дель-Корсу представляют собой звездное небо. Длина 1500 метров. Гирлянды уже развешали по всему городу. При этом иллюминация каждой улицы разная. Чтобы увидеть все это великолепие, надо пройти не только по главным улицам, но и заглянуть в маленькие улочки и переулки. Череда новогодних праздников по-настоящему волшебное время во всем мире. С 8 декабря в Риме начала царить праздничная атмосфера и суета. Готовится целая праздничная программа. А пока местные жители гуляют, покупают подарки и готовятся к празднику. В этом году на все праздники, на Рождество и Новый год, в Риме будут большие ограничения. Уже объявлен комендантский час с 22 до 7 утра, а также запрещено перемещаться по регионам. Не будет рождественских рынков и мероприятий с большим скоплением людей. Скорее бы уж закончился этот кошмарный год. Кругом одни запреты. Музыка. 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 С улицы Корса на перекрестке я сворачиваю на улицу Кондотти. Давайте и здесь прогуляемся. Музыка. После праздников расскажу вам про бренд Гуччи и историю чудовища. Черной вдовы. Музыка. Мы подходим к площади Испании. Перед нами знаменитый фонтан Баркача. Фонтан возведен в память о наводнении 1598 года, когда вода вышла из Тибера и затопила исторический центр Рима. А когда вода отошла, на площади Испании нашли севший намель баркас. Но сегодня мне хочется просто показать вам атмосферу предпраздничного Рима. И поэтому просто гуляем и охотимся за праздничным настроением. Субтитры подогнал «Симон» В каждой маленькой лавке мигают гирлянды. Это солюмерия у пантеона. А на площади проходит какой-то митинг. Я дошла до площади Навона, но пока еще световое шоу не началось, я решила прогуляться по улицам, отходящим от площади. Нисколько не пожалела, что сегодня решила погулять по дождливому Риму. Сказочное оформление города и витрин напоминает нам о приближении праздника и поднимает настроение. Ведь лучшее украшение жизни – это отличное настроение. Краски жизни в наших руках, и мы выбираем позитивные тона. Световое шоу начинается. С 8 декабря по 6 января 2021 года жители Рима на площади Навона будет радовать великолепное световое шоу. Игра света на поверхности фонтана четырех рек знаменитого архитектора Бернини. Каждый день почти месяц световое шоу будет проходить с 17 до 21 часа. Продолжительность спектакля всего пять минут, но его будут показывать каждые 15 минут. В перерыве все три фонтана на площади будут подсвечены синим цветом. От синего до цвета охры, от зеленого до белого – великолепная игра света на фонтане четырех рек. Со всех сторон каждая фигура на фонтане оживает с помощью цвета, музыки и движения. Вот и долгожданное Рождество в этом году на площади Навона. Площадь вновь стала главным героем рождественских праздников. В этом году на площади Навона не будет привычной для всех ярмарки из-за запретов с ковидом. Но в любом случае, римляне довольны такой красотой в виде светового шоу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока небольшая пауза, покажу вам фонтан четырех рек. Такой, какой мы видим сейчас площадь Навона, она стала при правлении папы Иннокентия X в XVII веке. Для создания фонтана был объявлен конкурс. Вначале Бернини не был допущен к участию в конкурсе, так как папа его недолюбливал и отдавал свое предпочтение архитектору Боромини. Первый эскиз фонтана был выполнен Франческо Боромини. Именно ему принадлежала идея установки в центре фонтана обелиска. Но папе этот проект не понравился. И тогда Бернини создает свой проект фонтана, делает модель из серебра и дарит Донне Олимпии. Проект, конечно же, был утвержден, а отношения между двух архитекторов Боромини и Бернини еще больше накалились. Донна Олимпия была властной женщиной, которую не любил народ. Она была советчицей папы Иннокентия X. Без нее не принималось ни одно решение. Из истории мы запомнили Олимпию влиятельной, хитрой, жадной к власти и деньгам. Ее называли Донна Олимпия, Папесса и Пимпача. Фонтан Мавра – это еще один фонтан на площади Навона. Центральная статуя Мавра была сделана по эскизам Бернини. Справа находится дворец Памфилии, где жила Донна Олимпия. Представляете, какой у нее был вид из окна в 17 веке? А сейчас я предлагаю вам посмотреть полностью световое шоу, которое длится 5 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok